Праздновали все дни независимость. Вот, так что слава Богу. Это мы еще не записаны? Записаны уже. Записаны. Да, так что. Можете начинать уже. Я хочу всех поздравить с Днем Независимости Украины. И вчера мы праздновали на служение. Я веду конфессионально-православное мессианское служение Ханука. Потому что мы как часть украинской реформаторской православной церкви. И Бог нам дал такое название. Ханука в переводе с иврита это обновление. Реформация это тоже обновление. Я хочу поздравить всех с Днем Независимости Украины. И пожелать каждому, чтобы были независимы от всего. Только были зависимы от Бога. И мы вчера на служении провозгласили, что мы празднуем не только День Независимости Украины. Но День Личной Независимости от всего, от того, что разделяет нас с Богом. И мы приняли, что для нас это День Зависимости Абсолютной от Господа нашего. Аминь. И я хочу поделиться нашим ведением, ведением служения Ханука. Ханука в переводе с иврита это обновление. Наше служение это служение реформации, в которой очень нуждается тело Христова в целом. Реформация означает обновление в Духе Святом. А где Дух Господень, там свобода. И одновременно водительство Божье в церкви. Это ведение к Хануке. Меня дано как ведение к песеннику. Потому что Бог мне дает откровения, они отражаются в песнях. И ведение наше это ряд откровений от Бога, которые не только для нашего служения, но и для нашей церкви, и для всего тела Христова. И в песнях отражены важные Божьи истины, которые Бог открыл не только для нашего служения, но и для тела Христова последнего времени. Первое. Церковь должна вернуться к своим иудейским корням христианства. Не к законничеству, а к духовному закону, данному Богу своему избранному народу. Названный иудеями духовный Божий народ таким образом был отделен от других наций. Христиане, принявшие Бога Израила и Его закон, который теперь Духом Святым записан на скрижалях их сердец, становятся таким же духовным Божьим народом, то есть иудеями, и не могут отделять себя от Него, принимая только наследие благодати, потому что иудей в переводе с иврита означает «славящий Бога». Второе. Еврейские праздники, которые заповеданы самим Богом, являются постановлениями вечными. Это Левит, 23 глава. А вечные постановления не могут быть отменены Новым Заветом и даны не только Евреям, но всем, кто принял Бога Израила. Это Исайя, 66 глава, 23 стих, Закария, 14 глава, 16 по 19 стих. Соблюдение таких праздников Господних важнее, чем соблюдение существующих, установленных церквями и не соответствующих Слову Божьему. И большинство из них, мы знаем про Ревославие, это языческие праздники, которые церковь установила своими праздниками. А главное, что праздники, которые Бог называет своими, это праздники Господни, в главе Левит, Бог перечисляет эти праздники, говорит, вот праздники Мои. Бог показал, что это праздники, как основные этапы полного плана спасения, отраженного в Библии. Праздники Господни являются прообразами поэтапного плана спасения Церкви и составляют краткий план спасения, приведенный в главе 23 книги Левит. Бог сам исполняет эти этапы в таком порядке, в котором они даны в законе. На Песах Он посылает Иисуса Христа стать жертвенным пасхальным акцем. Следующий праздник Пятидесятницы, последующий этап спасения, то есть Шалот, посылает Святой Дух. Сейчас мы находимся в периоде перед приходом Иисуса Христа, когда это будет суд, это будет судный день, это будет праздник труп, это будет Рожда Шана. И потом будет праздник Суккот, когда мы будем, все тело Христово станет с киней Божьей, потому что куща это прообраз вечного жилища на небесах. Открывает этот план спасения как ключ первый праздник, Шаббат. То есть Левит начинается с этого праздника, это как ключи, которые нам открывают смысл всех праздников, потому что во всех праздниках мы видим прообразы Иисуса Христа. Прообразы для тела Христова заложены в этих праздниках. И просто сказать, что мы не евреи, нам это не нужно, мы можем очень многое потерять, потому что это все действительно в прообразах, в праздниках Бог показывает для Церкви. И Шаббат открывает, и это есть в Исходе 31, 12, 18, и Левит 23, с 1 по 4, говорится о Шаббате. Мы проводим свои собрания накануне субботы, это называется у нас Эрил Шаббат. Вот это у нас служение раз в неделю, также мы празднуем раз в месяц новомесячье. И все эти праздники Господни, библейские, мы отмечаем, так как и заповедал Бог и евреи, и христиане, мы почитаем эти дни. Третий пункт Откровений. Иисус Христос Царь Иудейский. Важнейшая его миссия, как Бога человека, определяется моментом его рождения и моментом его смерти. Волхы пришли поклониться ему именно как Царю Иудейскому. Понтий Пилат написал это по Откровению Божьему, это Матфея 2 глава, с 1 по 2 стих. И Евангелие от Иоанна, 19 глава, с 18 по 22. Таким образом, Иисус Христос Царь над теми христианами, которые отождествляют себя по духу с Иудейами. Четвертое. Бог не благословлял смешанных браков. Церковь должна стать достойной своего жениха, то есть царя иудейского, и быть царицей Израилевой, Исфирью, послужившей ко спасению еврейского народа. Такой брак благословит Бог Израиля. Это в книге Исфирь, 4 глава, с 10 по 17 стих о том, что Исфирь – это прообраз церкви, которая, несмотря на то, что она долгое время скрывала свои иудейские корни, она ради спасения народа признала и действительно молилась, и Бог отменил приговор, который уже был принят для уничтожения народа Израиля. И Мартахей – это, я вижу, прообраз самого Иисуса Христа, который был лидером народа своего, который воспитал Исфирь, и он был ее наставником, учителем, как вот для нас Иисус Христос. И он был там, написано, что он был ее двоюродным братом, то есть как Иисус Христос, он для нас и наставник, и учитель, и брат. То есть я вижу, что Мартахей – это и есть прообраз Иисуса Христа для церкви. И именно он пришел и сказал ей, что ты должна сейчас молиться, потому что Бог найдет кого. Но не для того ты в это время находишься в Доме Царском, чтобы вот через тебя вот эта миссия осуществлялась – спасение народа. Вот. Пятое откровение. Время полного числа язычников наступило, то есть время полного возраста церкви для служения язычников еврейскому народу, чтобы возбудить в них ревность по Богу Израиля. Это написано в Римлянам 11 главе. О времени полного числа язычников. Появление новых мессианских общин во многих городах и странах, и служение евреям в церквях – яркое свидетельство тому, что вот мы живем уже в этом времени полного числа язычников. И шестое – христиане не должны мечтать о себе, надеясь, что церковь спасется, независимо от того, будут ли спасены евреи, а молиться за их спасение и служить им. Это Римлянам 11 глава 25 стих. Седьмой пункт. «Пока еврейский народ не примет Христа, церковь не увидит своего спасителя, пришедшего забрать ее». И тет сказал евреям, «Не увидите меня отныне, доколе не воскликните, благословен, передущий во имя Господа». Это Матфея 23, 39. Я не так давно была в Господе, это был, наверное, 95-й год, и ночью просто голос громкий меня разбудил, это был Бог. И вот это место писа, писание Матфея 23, 39. «Не увидите меня отныне, доколе не воскликните, благословен, передущий во имя Господа». То есть это было призвание для моего мессианского служения, для мессианского прославления, потому что до этого я не понимала, что я к этому призвана. призвана, потому что вот Бог меня разбудил и сразу дал мне слова, я стала записывать. Эта песня у меня так и называется, «Благословен, грядущий во имя Господа». И потом я услышала, как надо это петь, и вот эту песню мы и многие другие, которые вот так вот в духе мне давал Бог. Бог, здесь у меня в песеннике уже 37 песен, слава Богу. Следующий пункт, восьмой. Слово Божие, которое говорит, «Просите мира Иерусалиму», сейчас становится особенно актуальным. Это важно для спасения евреев и неевреев. Вот это Псалом 121, 6. И девятый пункт. Есть важнейшая миссия, данная Богом тем, кто принял Иисуса Христа своим Господом и Спасителем. Ведь он есть Слово Божие, которое стало плотью. И принимая Христа, мы принимаем Слово благодати. Это Евангелие от Ана, 1 глава, 12 по 16 стих. И мы должны высвобождать это Слово Божие в силе Духа Святого, называя несуществующее, как существующее, поверить, чтобы дать возможность Богу совершать свою волю. Для того и даны пророчества Богом в Писании, чтобы мог Он насуществлять их через Иисуса Христа и Церковь, которая есть с тела Его. И Бог открыл нам, что для нашего служения важно провозглашать эти пророчества, сказанные об Исраиле в последних дней. И спасение еврейского народа. Что это большое благословение для всех христиан, кто будет служить таким образом Господу. То есть служить таким образом, высвобождая это пророчество, молясь за спасение еврейского народа. Церковь этим служением, оно приближает вот это время, потому что заканчивается время по полному числу язычников, когда уже язычникам как бы будет закрыто и будут массово приходить евреи. И мы, молясь за Израиль, провозглашая пророчества, о которых говорится об этом времени, когда Израиль будет спасаться, народ еврейский будет спасаться, высвобождая это в силе духа, эти пророчества. Таким образом должна служить сейчас церковь последнего времени. Ханука — это сборил песен, посвященные реформации церкви. Этим мы хотим внести свой вклад в общее служение обновления тела Христова. Знаешь, что часть этой общей реформации — возвращение церкви к своим иудейским корням и отождествление себя с иудейским народом. Особенно это важно для Украины, находящихся под проклятием антисемиентизма. Ведь Бог сказал евреям, что благословляющий их благословен, а проклинающий злословящих проклят. Это Бутее 12 глава 3 стих и числа 24-9. Каждый христианин должен благословлять евреев, служить им и молиться за их спасение. Это написано введение для нашего служения в 2004 году, когда были события оранжевой революции, и Бог показал мне откровение такое, да, я об этом пишу, что трудно переоценить значение для Украины хамуки в связи с последними историческими событиями оранжевой революции. 8 декабря 2004 года, в первый день праздника произошла победа оранжевой революции. Была снята революционная ситуация, произошло чудо обновления и освящения Божьего в Украине, так как разрешились кризисные проблемы страны, которые никак не решались накануне ни в парламенте, ни за круглым столом с иностранными представителями. И был преднят пакет важнейших документов. Кандидат в президенты Виктор Ющенко сказал, «Этот день был днем критического компромисса. Если бы этого не произошло сегодня, то завтра было бы поздно». Это рука Божьей помощи, Божий знак. Огонь ханукальных свечей оранжевый. Символично, что в дни празднования Халуки в Киеве именно кандидат в президенты Виктор Ющенко был участником торжеств. На него одели кипу и талит неотъемному участию одежды в действии освященства. А главный район Киева и Киевской области говорил о том, что 8 декабря произошло чудо. То есть день, который в Библии назвал праздником обновления, Иоанна 10, 22, когда прославляется Всевышний, совершивший чудо освящения храма однажды в Израиле. Это день, когда началась Ханука. Это был 8 декабря. Это было подтверждение того, что уже многие поняли, произошло ханукальное обновление и освящение в Украине. Этот сборник включает в себя не только песни прославления, что являются для нас, как для всех детей Божьих, самым главным в жизни. Но и песни тематические, отражающие те истинные Слово Божие, которые Бог открыл нам в нашем служении. То есть песни тематические, в них открываются вот те откровения, о которых вот я зачитывала. И эпиграфом у меня к песеннику Исайя 62.1 «Не умолкну ради Усиона и ради Иерусалима, не успокоюсь. До кона не взойдет, как свет правда его и спасение его, как горящий святейник». Господь говорит нам через Слово Своё, сказанное Иеремией 30.7 «Радостно пойте об Иакове и восклицайте перед головой народа. Плоровозглашайте, славьте и говорите. Спаси, Господи, народ Твой, остаток Израиля, ибо искупит Господь Иакова и избавит его от руки того, кто был сильнее его». Это Иеремия 31.11. И мы молимся за Израиль. Каждый день у нас это молитва согласия с 12 до часу. Мы молимся за государство Израиля. Мы молимся за спасение еврейского народа. Мы провозглашаем места Писания, которые говорятся о спасении еврейского народа. Мы молимся в Духе. Это молитва согласия. Мы соединены в Духе. Мы не собираемся где-то в таком месте, потому что нас очень много. И к этой молитве я приглашаю присоединиться. Если вы хотите служить вот таким образом спасению еврейского народа и молиться за государство Израиля, за народ Израиля, вот это время с 12 до часу. Это молитва согласия. Подключайтесь к нам. Бог сказал, я благословлю благословляющих. И мы видим реально, кто участвует в этом, что Бог верен, и Он благословляет. Действительно, нас, и мы видим множество ответов на свои личные нужды. Потому что, когда мы молимся за Израиль, и мы говорим, Господь, Ты сказал, я благословлю благословляющих, благослови меня. И пересчисляет свои нужды. И Бог реально благословляет. Присоединяйтесь к нашей молитве. Согласие. И Бог Израиля благословит вас. Аминь. Аминь. Аминь.